Агапе. Любовь и забота о детях-сиротах. Мое служение детям началось, когда мы ездили еще молодежной командой, мы ездили по воскресеньям, и я начала с ними посещать интернаты. И когда начали им служить, то я этим загорелась. Та учительница, которая перед этим ввела христианскую этику, она уходила в декрет. Она сказала нам, что возможно Бог поставит кого-то из вас. И мы молились, и так получилось, что это я. Мы знали, что придет молодая девочка, и когда я ее увидела, конечно, немножко страшновато было. Такая молоденькая, зная наших детей, думали, что сломается, честно. Но она молодец, молодец, детки, и к ней дети потянулись. И, конечно, она довольно-таки большую работу проводит. Не каждый человек сможет работать с нашими детьми. Доброе, дети! Сегодня у нас тема «10 заповедей». А кто из вас знает, что же такое заповедь? Можливо, вы слышали колись? Чи, возможно, у вас есть какие-то думки стосовно цего питания? Как вы думаете? Не бейтеся, ось, не бейтеся, будет неправильно. Заповеди – это правильно. Кто нам их дав? Бог. Правильно, молодец. Я Коля, мне один из сроков. Мне нравится математика, духовность и труды. Алина Анатольевна пришла, а тут много чего изменилось. Мне нравится, как она рассказывает историю, и мы молимся на друг друга. И не думаем только о себе. И мы молимся за тех, кто заболел, чтобы они их поскорее выстрелили. Мне это очень нравится. И потом я как-то себе выздоровляю, и мы родим. Очень приятно слышать, что они молятся не только в классе, но еще и дома, еще и перед сном в палате. Мне дети говорили, девочки, что когда я заболела, вот буквально на днях, они молились за то, чтобы у меня голос вернулся, чтобы я себя лучше чувствовала. И очень приятно, когда они молятся друг за друга. Это очень радует, потому что они, во-первых, молятся, во-вторых, здесь проявляется и жертвенность, и внимание другим детям. И очень приятно видеть, когда они это хоть как-то начинают применять уже в своей личной жизни. Доброе, дети, вам цікаво познайомиться с первой заповедью? Ось, первая заповедь. Кто читает? Ксюша, давайте, пожалуйста. Не будет тебе никаких других богов. Как ты понимаешь, Ксюшенька, эту заповедь? Чтобы у него не было других богов, только один. Правильно. Молодец, седай. Когда Алина Анатольевна пришла, мы сначала не очень слушали Алина Анатольевна, а потом стали больше слушать. Когда Алина Анатольевна приходила в каждую середину и рассказывала нам много историй, то мы слушали ее внимательно. Я научился на этом уроке родить своих друзей, никогда не обижать своих друзей и прощать их, не держать на них силу, помогать, верить и не брехать. Она их учит любить друг друга, любить каждое живое существо, которое находится на этой планете, не только живое. Она имеет широкую душу и очень большой внутренний такт. Она может и желание у нее есть, отдать свое сердце, отдать часть своей души деткам. Это самое главное, что в ней есть. У каждого ребенка есть что-то особенное, что ему больше всего нравится. Многим нравится в начале урока молиться, другим петь песни. Некоторые любят истории, но историю нужно тоже рассказывать, чтобы детей заинтересовать. Когда она очень такая насыщенная, то им интересно, они ее запоминают очень легко. На следующий урок с радостью ее рассказывают. Не призывай именно Господа Бога Твоего на дереву. Молодець. Доброе, дети. Сейчас мы сделаем с вами небольшое творческое задание. Сделаем такую открытку, а в среднем запишем золотой виршик. Поэтому я вам раздам сейчас открытки. И вы сможете каждый из вас выбрать одну заповедь из десяти и наклеить на свою открытку. Люба у нас немного было вниз нетрудно. То, что всегда все внимание, но ждалось только, чтобы она получала это внимание. И сложно было успокоить. Расскажешь историю, она перебивает все, хоть и чтоб она, и время на уроке пытается занять. То есть это дисциплина, и другие дети, может, недополучали определенного внимания. Но потихонечку Люба так уже и послушает, и посидит спокойно, и уже так меняется. Уже не столько она внимания уже просит, уже начинает сравниваться более с другими учениками. Больше где-то добрее она стала по отношению к ним. Я вижу это. Меня зовут Люба. Мне девять роков. Я уже хожу в четвертый класс. Мне подобаются истории, песни, как мы виршики учим. И мне подобается вот этот урок, потому что он нас навчает всему. Любочка пришла, она же не сидела у нас ни на одном уроке, ну вообще. Она пришла к детю, которая гуляет саму по себе. Вы понимаете, это ребенок, который не сидел на месте, вообще не сидел никогда. Да, она могла позволить себе уйти, встать, решать свои проблемы, которые считают, что это нужнее для нее. Люба была не очень вечливая. Она била всех, в палате не давала спать, уроки все срывала. А потом, когда стала нормальной девочкой, мы с ней начали дружить, играть вместе. Иногда, да, бывают такие моменты, что думаешь, а как дальше, а что. Но понимаешь все-таки, во что ты вкладываешь. И очень хочется, чтобы наша статистика в стране, она менялась. То, чтобы дети, они не заканчивали свою жизнь в тюрьмах. И когда ты видишь живые примеры, да, негативного конца, ты хочешь как-то хотя бы немного попытаться вложить что-то в это изменение, и чтобы дети менялись. Потому что ты знаешь свою жизнь Богом, ты знаешь, как это хорошо, и ты знаешь, что ты это не променяешь. Хочется, чтобы просто дети почувствовали как и узнали как. Это если они это действительно по-настоящему узнают, то они никогда не променяют, не выберут другой путь. У нас Алина Анатольевна учит, что не треба никого не ображать, не бить и не обзываться. Ну, раньше я боялась, да, не слушалась тогда еще. А теперь я уже выправилась, теперь слушаюсь и не боюсь. Это ребенок, которого, в принципе, родители готовы были отказаться. Взяли и поняли, что они не могут с ним справиться. Сейчас Люба спокойно ездит домой, и родители забирают все это. Тоже, видите, оно получается и для родителей очень хорошо стало. Только у нас на одного сироту стало меньше. АГАПЭ. Любовь и забота о детях-сиротах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова